Здравствуйте, с вами Кабан25. Сегодня я вам расскажу самый простейший способ, как создать ISO файл. Для этого нам понадобятся две программы. Первая программа это конвертер, который может превратить ISO файл в... открыть ISO файл, вернее. А вторая программа это NERA, которая, скорее всего, установлена у всех на компьютерах. Скорее всего, не только NERA, но и другие программы позволят это сделать. Но в данном случае я вам расскажу, как открыть и создать ISO файл через NERA. Итак, приступим. Для начала мы зайдем в пуск, все программы и найдем NERA. Можно NERA и не находить, а просто зайти в пуск, все программы, опять зайти в NERA, в данные и NERA building ROM. В данном случае только оно нам и понадобится. Когда мы открыли программу, мы видим новый проект. Выбираем DVD и нажимаем новый. Теперь нам нужно добавить столько файлов, сколько мы хотим видеть у нас на нашем файле в ISO. Ну вот, выбьем несколько папочек. Давайте вот этот. Несколько папок. Вот у нас две папки получилось. Теперь выбираем image record. Берем запись. Появляется новое окно. Здесь нажимаем прожиг. Так как у нас сейчас нет диска, мы выбираем файловый образ ISO. И в названии оставляем тем же. Не меняем. Нажимаем сохранить. Как вы видите, все успешно завершено. Теперь мы можем зайти туда, куда мы сохранили. Заходим в документ. Как вы видите, вот наш файл. Меняем его название. Разные файлы. Нажимаем Enter. Если вы будете менять название при сохранении ISO файла, то у вас возникнут проблемы, которые вы исправить, к сожалению, не сможете. Вам придется остановить загрузку. Теперь зайдем в программу, которая называется Diamond Tools Lead. Она позволит создать виртуальный образ диска и туда установить нужные нам файлы. То есть, в данный момент мы открываем ISO файл. Об этом я уже рассказывал в своем ролике, который был выпущен в понедельник. Итак, можем посмотреть, что у нас на этом ISO файле. Теперь заходим в этот привод и видим те же файлы, которые мы можем легко и изящно открыть, которые действительно работают. Также мы можем открыть, ну, допустим, вот эту презентацию. Как вы видите, все действительно работает. Теперь мы можем также удалить наш привод. Если все файлы, которые мы нашли, могли удалить. И удаляем данный файл из программы. Чтобы ваша программа не установилась на автозапуск, лучше зайти в ее настройки. Для этого зайдите в саму программу, нажмите настройки. В общем меню найдите общие и убейте галочек со всех пунктов. Оставьте только автоматическое мотивирование. И язык, конечно же, русский. В интеграции вам нужно поставить DMAX, DMAX и DMAX и ISO файл. Больше галочек, к сожалению, вставить не нужно. Монтировать на первый свободный привод галочка не нужна, так как их может быть несколько. Дополнение. Расширить эмуляцию. Требуется перезагрузка. Лучше не применять. После применения нажмите закрыть. Теперь ваша программа не будет устанавливаться в автозапуск. И после перезагрузки компьютера и снова включения у вас не будет она стоять на автозапуске. На этом мой видеокурс подошел к концу. Скажу, что мои ролики выходят в понедельник, седа, пятница. Этот ролик вы увидите в среду. В последующий ролик я вам расскажу, как воспользоваться этой же программой, но сделать кое-что другое. Об этом вы узнаете, когда посмотрите мой ролик, который выйдет в пятницу. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Ячков. Илья Собоискать вконтакте или в скайпе. Кабан 25. До свидания.